Мы против вышки! Мы против вышки! Стихийная акция протеста против вышек сотовой связи прошла в Солнечном. Жители микрорайона опасаются за свое здоровье. Буквально в 30 метрах от дома на Микутского специалисты начали строить сотовую вышку. Люди утверждают, это опасно. Рядом школа и детский сад. А от вышек идет облучение, считают люди, и они наносят непоправимый вред здоровью. Это очень вредно, воздействует на весь организм человека. А детский прежде всего. Поэтому я считаю, что это категорически нужно запретить. Потому что незаконная установка без согласования с людьми. Я хочу, чтобы мои дети были максимально здоровыми. И вот это то, что сейчас делают вышку, ну это довольно-таки неприемлемо. Все жители, все со мной согласны. Мы хотим, чтобы мы были, во-первых, мы и наши дети были здоровыми. У нас у многих, у кого есть заболевания у детей, вплоть до онкологии, до чего-то еще что-то. Но это, это уже ну просто бред, я считаю. Это вредно. Это по Сан-Пидам не положено в такой близости располагать вышки сотовой связи. Но это вредно. У нас вот жители стали тогда жаловаться на здоровье прямо. Мы почему забили тревогу. При этом, по словам главы солнечного устроителя, есть все подтверждающие документы на возведение и эксплуатацию вышки. Однако жители микрорайоновых наличия не верят. Красноярцы готовят официальные запросы в стройнадзор, краевой роспотребнадзор, администрацию района и прокуратуру. Ученые тем временем уверяют, сотовые вышки для людей безопасны. Уровень излучения у них в 10 раз меньше допустимой нормы. Даже сотовый телефон может оказаться вреднее, рассказывает кандидат технических наук Дмитрий Черников. У нас есть СНИП такой отечественный. 10 милливольт на сантиметр квадратный. Ну а вот уровень реальный. В 10 метрах он будет меньше 1 милливольта. От мобильного телефона, который у вас в кармане, вреда значительно больше. Подскажите, а почему их так много? Потому что радиус здесь современных базовых станций 300 метров. В Роспотребнадзоре также отмечают, если сотовую вышку устанавливают с соблюдением санитарных норм, то причин опасаться электромагнитного излучения нет. Также в ведомстве отмечают, что каждый владелец такой вышки должен пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Без нее строительство начинать нельзя. Перед установкой каждого передающего радиотехнического объекта владельцы проводят его санитарно-эпидемиологическую экспертизу и обращаются в Управление Роспотребнадзора за выдачей санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии такого проекта требованиям санитарного законодательства. Если возникают опасения в связи с установкой ПРТО, которая находится вблизи дома или на его крыше, в первую очередь нужно обратиться к владельцу данного объекта или в управляющую компанию, обслуживающую этот дом. Однако, если управляющая компания и владелец вам отказали, то, рассказывают, в ведомстве следует обращаться напрямую в Роспотребнадзор. При наличии оснований там проведут проверку и установят, закон или стоят вышки рядом с вами. Екатерина Черных, Илья Сергеенко, Новости ТВК.